Еще одно политическое решение, которое неминуемо окажется в Конституционном суде, это медреформа. Уж слишком много у нее противников. Тем временем, авторы законопроекта, представители Минздрава, активно обещают полное выздоровление медицины. При этом, самих медиков вводят в финансовую кому. Врачам с августа не платят зарплаты, задолженность миллионы и миллионы гривен. Погасить ее обещают до конца года. О голодных буднях украинских врачей Евгения Коваленко. Наша профессия гибна, помоги! Они съезжаются в Киев со всей страны, перекрывают улицы и устраивают многотысячные митинги. Один из наиболее массовых прошел в прошлом месяце. А некоторые силачи под зданием парламента даже тащат машину скорой помощи в зубах. На что только не пойдут украинские врачи, чтобы в чиновничьих кабинетах их наконец услышали. Выступают против медреформы, низких зарплат и их задержек. Дайте то, что мы заработали. Мне очень хотелось, чтобы хоть один депутат из Верховной Рады прожил на месячную зарплату медика. А прожить действительно сложно, ведь даже этот мизер не платят. В профсоюзах говорят, медикам задолжали больше 100 миллионов гривен. В Минздраве другая арифметика на 20 миллионов меньше. И уверяют, когда медреформа заработает, задержек зарплатами не будет. Почему это так стало? Это ганебная реформа, за которой предпочивалось скорочение, чисельное скорочение ликвальных установок по всей Украине. А оскільки цей процесс был в суспільствах зупинен и медичную спільноту зупинен, тому не ожидали Министерство охороны здоровья, что придется кому-то еще и заборгованность по заработной плате выплачивать. Это районная больница в Коломии. Здесь врачи сидят на голодном пайке с августа. Им задолжали больше 20 миллионов гривен. Живем за рахунок денег человека, который заработает деньги. Я вообще очень люблю свою работу, а через то я ее не залишаю. А человек скажет, почему ты туда ходишь, если тебе не платят деньги. А это Малинский районный центр первичной медико-санитарной помощи в Житомирской области. Этот регион тоже один из лидеров по задолженности медикам. Врачи жалуются, систематические задержки зарплат здесь начались еще в прошлом году. Сейчас им выплачивают только голую ставку, без надбавок. Это приблизительно 3000 гривен. А для молодых врачей и того меньше. Не дают ни авансов, ни отпускных. Людмила работает участковым педиатром на полторы ставки. У нее двое детей и больной муж. Ради дополнительного заработка лечит пациентов даже по выходным. Два месяца назад муж Людмилы перенес инфаркт. Деньги на его лечение собирали всей больницей. Сейчас мужчине нужна операция, которая стоит больше 100 тысяч гривен. Женщина в отчаянии. Если бы я знала, что я завтра получу зарплату в полном объеме, я бы взяла кредит. Я бы не обратилась к людям, я стабильно получила зарплату и выплачивала тебе кредит. Пока здесь очереди пациентов, но уже совсем скоро эти коридоры могут опустить. Ведь лечить украинцев попросту будет некому. Из-за катастрофически низких зарплат наши медики, особенно молодые специалисты, массово уезжают работать за границу. У нас молодые специалисты, даже ни один не затримывается. Абсолютно. Потому что житла нет, зарплата мала. А враховывая, что сейчас есть открытый дозвол на Чехию, на Польшу, где наш диплом там кодуется. Так что все, люди собираются ехать туда. В соседних Чехии и Польше врачи в среднем получают около 2000 долларов в месяц. Самые высокие зарплаты в Швейцарии, Великобритании и Франции – до 8000. У нас чуть больше 100 долларов. Наталья тоже не раз думала о работе за границей. Но здесь у нее сын и родители. Чтобы прокормить семью, женщина трудится сразу на трех работах. Медсестрой в больнице в Малине, в частной клинике в Киеве, а также удаленно ведет документацию по вакцинам в амбулатории семейной медицины. Фактически я работаю без выходных. А иначе не можно выкрутиться. Ну, кусок мяса я бы точно не видела. Это даже... Так как бы жив бы перебивался, какие-то кусок хлеба, олея, ну, картоплина. Этим летом Наталья переехала в новую квартиру. Это моя квартира. И очень шикарный лед у меня с окна. Видно все место. Все как на долоне. Большую часть денег на жилье дали родители. Остальные Наталья взяла в долг. После основной работы я работаю за компьютером. Компьютер старенький, но для работы мне хватает. Говорит, приходится экономить на всем. Одежду покупают в секонд-хенде, с продуктами помогают родители. Показывает, как готовится к зиме. Говорит, из-за работы нет времени даже навести порядок в квартире. А еще нужен ремонт. На него собирают деньги. Несколько работ – это вынужденная мера, чтобы выжить. Но Наталья мечтает больше времени проводить с семьей. В Минздраве пообещали, что задолженность по зарплатам погасят до конца года. Медики надеются, но практически не верят. В ожидании государственного блага каждый ищет подработку. А еще в Малинской больнице даже феншуй увлеклись. И каждый день поливают денежное дерево. Евгения Коваленко, Жанна Дучак, Марьяна Бурякова и Сергей Килимник. Подробности недели – телеканал «Интер». Темпереди – телеканал «Интер». Перезалим упражнение горизонта. Темпереди. Продолжение следует...